Всем привет на канале Sound Elimination. Сегодня на обзоре ботинки от фирмы Lowa. Модель называется Tiago. Сейчас секундочку все покажу. На коробочке здесь указано. Вот Tiago. Модель оснащена мембраной Gore-Tex. Вот как видно с этой дырочки еще плюс. И имеет среднюю высоту берца. Так, сейчас мы это все дело заберем. Ботинки фирмы Lowa. Довольно-таки уже нашумевшие. И в рядах туристов, и в рядах военных, и в рядах просто любителей разнообразного аутдора. Они очень известны по таким моделям, как Zephyr. Сейчас покажу. Фоточка вот тут будет. И модель Renegade. На самом-то деле эта модель меньше известна, но она не менее технологична. И в плане, когда я хотел познакомиться с этой фирмой и выбирал себе, какие же купить первые ботинки, почему я остановился именно на Tiago. Может быть их уже даже не выпускают на официальном сайте. Я их не видел. В принципе, так еще есть там на разных остатках, в разных магазинах. Но почему я именно их нашел? Потому что они намного дешевле. Технологичные. То есть здесь много технологий для комфортной носки и для живучести этих ботинок. Ну и плюс у них такой дизайн. Что-то среднее между жестким аудором, такие как, допустим, Zephyr и обычной городской обувью. То есть среднее. Они смотрятся адекватно как в городе, так и где-то на природе, на каких-то вылазках. И в принципе, что там, что там, будет в них комфортно. Многие будут защищены от разнообразных травм, повреждений и холода, сырости, влаги, да и т.п. Ботинки демисезонные. И по поводу технологий. Давайте начнем с самого начала. Это подошва. Первый слой – это износостойкий слой. Технология Vialto 3. Какая особенность? Очень хорошая износостойкость. Вот я ботинки ношу уже третий месяц. И в принципе, как видно, почти не износился протектор. То есть чуть-чуть вот здесь вот потерся. Но это на самом-то деле ерунда по сравнению с износом тех же самых соломонов. Вот. Ихнего канта гриппа износостойкого покрытия. То есть здесь намного лучше все в этом плане справляется. В чем еще примечательность этого покрытия? Оснащен протектором самоочищающимся. И протектор очень цепкий. Именно в плане грунта вообще никаких проблем не будет. Зацеп очень серьезный. Есть спереди хороший зацеп. Есть сзади хороший зацеп. По центру есть не сильно выраженный каблучок. И здесь вот такой вот маленький протектор, который даст дополнительный зацеп. Если вы там передвигаетесь по какому-то канату, натянутому тросу, какой-то лестнице, может быть на ветках, каких-то по деревьях там лазить. Этот зацепик даст, скажем так, дополнительную цепляемость. Вот. Плюс сам по себе протектор. В чем вот его качественно, в отличие от других фирм, что он реально вот не собирает ни грунт, ни камешки, никакого мусора не собирает. То есть, действительно, я его не чищу. Все как зацепается, так и отпадает. То есть, самоочищающийся, это действительно так. Подошва с трех слоев. Так вот, промежуточный слой. Это технология Dynapool. Вспененный материал из полиуретана. Вот. Который отлично амортизирует, гасит нагрузки, то есть удары. И хорошо дает амортизацию для вашей ноги. То есть, мягкая, нормальная, нежесткая обувь в этом плане справляется полноценно. Верхний слой вот этот, он чуть-чуть идет более жестче, чем вот этот вот. Это технология Manowrap. Для чего она служит? Во-первых, дает хорошую торсионную жесткость непосредственно на изгибах. Нормально держит форму именно подошвы. Плюс вот эти вот выступы вот здесь вот. Дополнительно хорошо фиксирует пятку, что тоже предохраняет дополнительно каких-то там травм. При прыжках наискосок, может, пойдет у вас там нога. То есть, вот это вот дело очень хорошо фиксирует. Ногу не подвернете, скажем так. В средину еще плюс дополнительно встроен пластиковый стабилизатор, который хорошо распределяет нагрузку, дает дополнительную торсионную жесткость, гибкость, в то же время стабильность обуви. Плюс дополнительно, что заметил, при ходьбе быстро разгибается, дополнительно экономит энергию. Ходьбы, бега по каким-то холмам, горбам, с камня на камень, вот это действительно именно экономит энергию. То же самое время хорошо распределяет нагрузку на саму по себе подошву, соответственно, на вашу стопу. Распределяет по всей поверхности, ну и плюс, как бы нормально ее гасит. Ну и плюс, в чем вот хорошая примечательность самой подошвы, что спереди носочек немного не агрессивный, но немного поднят. Соответственно, принимает на себя нагрузку именно подошву, резина подошвы. Верхний слой – это такой хороший нубук износостойкий. Плюс есть вставки с кордуры. Притом, тоже очень много разных технологий. Сейчас я быстренько постараюсь их вам рассказать. В принципе, на самом-то деле, ничего такого сложного, но действительно, очень все сделано четко и технологично. Самое главное, первое – зона пятки. Она дополнительно фиксируется вот этой вот, как вы видите, вот этот вот материал, он более такой жесткий. И пятка вообще здесь надежно очень защищена. То есть, действительно, очень твердо, все хорошо, колодка держит. Выше идет слой из кордуры. Притом, здесь сочетают в себе вот этой вот манжеты две технологии. Первая – сама по себе манжета сделана гибко. Это не просто так. Во-первых, она очень хорошо облегает ногу. Но в то же самое время она мягенькая, нигде не натирает. Плюс внутри, как видно, что на язычке, что по внешнему ободку манжеты, внутреннему ободку манжеты, пористая такая сама по себе структура, что дает, во-первых, мягкость, а во-вторых, это дополнение к технологии климат-контроля. То есть, хорошо выводится отсюда испарение, лишняя температура, то есть, нога не так преет, не так нагревается, не так потеет. Вот, лишняя влага, лишняя температура выводится нормально через данные опоры и никаких проблем в этом плане нет. Нога всегда сухая, действительно справляется. Это уже проверено. Система шнуровки по технологии сделана i-Log, двухзонная шнуровка, то есть, первая зона, вторая зона. При том, их разделяет вот этот вот крючок. Как видно на видео, пространство более закрытой петельки, здесь же более открыто, как видно. Это сделано не просто так, на самом-то деле, это дает именно вот эту двухзонность шнуровки. Во-первых, отлично распределяет именно натяжение, то есть, вы можете регулировать, как вам нужно. Здесь натянуть сильнее и слабее, здесь натянуть сильнее и слабее, обтянуть. Во-вторых, не надо постоянно придерживать, то есть, ускоряет шнуровку. Этот процесс делает менее, скажем так, напряжным. Как я уже говорил, ботинки, оснащенные мембраной Gore-Tex, действительно не текут, хорошо как бы дышат, никаких проблем, ногу не парят. В этом плане действительно справляется. Плюс, верхний вот этот слой нубука дополнительно также держит влагу. Он обработан пропиткой. Во-первых, влагу отталкиваю. Сейчас я вам продемонстрирую, секундочку. Вот, водички чуть-чуть наберем. Как видно, вообще скатывается, как по жиру. Ну, вот чуть-чуть осталось там капелька, но на самом-то деле не критично. Вот, как видно. Во-вторых, не так сильно набирает грязь, не так сильно ни марки. То есть, я там ходил в них и в грязи, и в мокром снегу целый день проводил. Там, где песок, разные. Реагенты, которые там соль накапливают. Ничего не бралось вообще. Вот, приходил домой, просто стряхивал. И вообще чистенько, как будто их постоянно стирал. Но я их постирал только вот перед обзором. И то так легонько протер влажной тряпочкой. И на этом все. То есть, даже сильно не дотирался. И, честно говоря, вот третий месяц ношу ботинки. И, в принципе, они как новые выглядят. Вот это вот. Действительно, что обработка, что мембрана очень хорошо справляется со своими задачами. И в этом плане, опять же, Декилова действительно говорит, что здесь все сделано качественно. Что еще хотел сказать. Конечно же, про стельку. Стелька здесь трехслойная, по моему ощущению. Там очень много технологий этих стелек. Какая из них именно эта, не знаю. Но она точно утепленная. Она точно сделана для носки именно зимой. Хотя, прошу вас обратить ваше внимание, что данные ботинки, я уверен, на 100% можно будет с обычной стелькой носить и летом. И зимой я в них комфортно. Осенью, весной. Но они вообще более всего, что демисезонные. То есть, осень-весна это их стихия. Это их не все. Но я думаю, что и летом, и зимой. Ну вот, зимой я хожу. Никаких проблем. При морозе. Вообще, ноги не мерзнут. Теплый носочек оделся стенной в них. И вообще никаких проблем. Ноги действительно не мерзнут. Ну, еще летом, кому будет интересно, потестирую. Кому будет интересно, пишите в комментариях. Отпишу, как они себя летом повели. Но я почти на 100% уверен, что летом у них тоже будет там. Ну, понятно, что не так, как в сандалиях. Но можно будет ходить, если вы, допустим, в силовых структурах каких-то. Или вам нужно именно действительно в лесу где-то. Там по каменистой, по какой-то лесистой местности пересеченной ходить, чтобы ногу не повредить. Там вот эти вот ботинки. Очень хорошо с этим всем задачами, с этими всема справятся и летом. Потому именно в этом плане тоже большой плюсик. Вот. Итак, по стельке заговорился. Значит, стелька, она действительно утепленная. То есть, вот этот внешний материал, как видно, такой именно ворсистый. Не знаю, может это прямоловт утеплитель, может это какой-то другой, но он действительно как бы утеплен. Утеплена стелька, и она держит именно холод от подошвы, которая идет в этом плане, справляется. Плюс в середине здесь такой каркас, я не знаю, пластиковый или какой-то, но жесткий каркас. Вот он хорошо держит структуру самой по себе стельки. Я думаю, что дополнительно также удерживает холод. Ну и верхний слой, который непосредственно контактирует с вашей ногой, это просто обычный текстиль, который, в принципе, мягкий, приятный на ощупь. Плюс в середине здесь получается еще вот такой вот прослойка вспененная, которая дает дополнительную амортизацию. Мягенькая такая стелька, отличная в этом плане. Это не Orta Light, но она, я вам скажу, ничем не уступает, а может даже получше. Вот этот вот каркасик, который я говорил, не знаю, какой это материал, то ли пластик, то ли какая-то там фольгированная какая-то, какой-то материал, не знаю. Но вот тоже дополнительно, во-первых, хорошо держит каркас самой по себе стельки. Во-вторых, дополнительно удерживает именно холод. Внутри еще что забыл тоже сказать, в чем еще вот именно большое преимущество данных ботинок. Как видно, внутри заплавленная именно подошва, потому что здесь применена технология прямого литья. Спаивается сама по себе подошва напрямую с колодкой, то есть сверху ботинка. Ботинок прям вплавлен в подошву. Никакой склейки, никакого шитья. Вот эта вот конструкция, как показала практика, самая максимально надежная, потому что до этого у меня были хайксы, германская тоже обувь, соломоны, французские, там, ну, все знают соломоны, есть обзор, там у меня на канале, можете посмотреть. Классные, все супер технологичные, там все дела, ну, реально тупо отлетают, что в одних, что во вторых, подошва просто отлетает от верха. Я и клеил, там, что угодно делал, и подшивал, ничего не помогает. Это же дело заплавлено, то есть надежно, хорошо держит, никогда в жизни у вас не расслоится, никогда в жизни верх не отслоится от подошвы, и ботинок не будут просить кушать. Так, в принципе, вроде все по ботинку, прошелся, затянул долго и так уже по этим всем технологиям. Еще раз, как в начале обзора говорил, вроде так, внешне, с первого взгляда, ничем примечательным, то есть прикольный, нормальный ботинок, вот, но, как я уже рассказал, здесь очень много примененной технологии, они действительно все работают. Что я хочу сказать в общем и целом, от ботинок я очень, именно доволен. Первое, самое главное, я вот, у них очень, действительно, вот за что хвалят лову, у них очень удобная колодка. Я взял на полразмера буквально больше, у меня размер 26,5 где-то, грубо говоря, я взял 27 сантиметров, ну, для того, чтобы носить утепленный носок зимой. Ну, в принципе, я и тонкий носок носил, когда более теплее было, обтягивал нормально шнуровкой, никаких проблем, нигде нога не болталась, хорошо обтягивала. И в зимнем носке в плотном, то же самое, ни где не натирала, вот сразу одел, и как будто я в них уже ходил, то есть не надо разнашивать, нигде там ботинки не натирают, вот в этом плане колодка мега удобная, просто в лова, это да. Вот, во-вторых, вот действительно дизайн у них такой именно аудорный, но в то же самое время они слишком агрессивные, можно и в офис ходить, можно там нормально в городе себя чувствовать, и под джинсы нормально одеть, и в то же самое время на природу выйти, они тоже как бы отличные. Как я уже говорил про подошву, они справляются очень хорошо с любыми покрытиями, с любой поверхностью, то есть можете и в городе ходить, и по холмам там разным, по камням прыгать, прыгать, будет везде одинаково, комфортно. Вот, ну конечно же цена, сейчас эти уже ботинки официально на сайте уже они не продаются, вот, так, где-то там на остатках на разных магазинах еще есть, потому, еще по цене решил познакомиться именно с ловой, именно взял эту модель, потому что она существенно дешевле, я взял за 2 300, в то же самое время, допустим, зефиры, даже по распродажам минимум за 4 000 я нашел, вот, это гривнах я имею ввиду, конечно, в этом плане мой выбор пал на них, но, еще раз, когда я уже начал про них больше собирать информацию, когда я у них походил, не знаю даже, есть смысл брать зефиры или нет, потому что здесь те же самые технологии, только просто сделано все более так, чуть-чуть цивильнее, скажем так. Единственный минус, который я обнаружил, и в принципе, как я общался с другими владельцами ботинок лова, у них то же самое, это скользкая подошва, вот в зефирах, в ренегатах, в этих вот лова-тиага, скользкая подошва, на льду, на какие-то горы с обледеневшей корочкой, эти ботинки вам не пойдут, как и все остальные, то есть, те, что я перечислил, в остальном, минусов пока что в обуви не обнаружил, как видно, выглядят они спустя 3 месяца, как новые, это я просто протер их именно тряпочкой, притом носил и минус хороший, когда лед прям режущий кромкой был, ничего нигде не порезал, ну, не покоцал, вот, то же самое время носил хороший такой плюс, когда там уже было плюс 3, плюс 4, вот так вот заходил в лужи, вот, что еще забыл, кстати сказать, что язычок сделан нормально до верха, то есть, вот ваша ватерлиния, здесь хорошо все сшито, гортекс доходит до этого момента, то есть, можете вот так вот ходить в воде и не бояться, что они промокнут, понятно, что если чуть-чуть выше, то уже все, можно говорить много, но, в принципе, носка покажет, будут какие-то вопросы, пишите в комментариях, буду стараться на них отвечать, лово я пока что очень доволен, не буду там вам прям рекомендовать, потому что до этого рекомендовал Соломон, рекомендовал Хайкс, но время носки не подтвердило мои рекомендации, потому уже боюсь что-либо говорить, кто хотел узнать больше про эту модель, пожалуйста, пишите в комментариях, смотрите это видео, я думаю, что информации достаточно для того, чтобы определиться, подойдут вам эти ботинки или нет, на этом все, всем спасибо за просмотр, с вами был Игорь, на канале Sound Elimination, подписывайтесь на этот канал, здесь я буду выкладывать всегда интересные, хорошие свои там обновки, если они стоят вашего внимания, буду на них делать обзоры, рассказывать вам, и буду всегда стараться сначала чуть-чуть протестировать, а потом уже только делать на них обзор, и соответственно, ваша подписка, ваши комментарии, ваши лайки, действительно поддерживают, стимулируют меня делать новые видосы, потому подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, может быть кому-то не понадобится этот обзор, ставьте дизлайки, в любом случае, любое внимание приветствуется, и до новых встреч на канале Sound Elimination, всем пока!